Сирийские власти категорически отвергают планы США и Турции создать безопасную зону на северо-востоке Сирии. Ранее две страны договорились открыть центр, чтобы координировать совместные операции по созданию буферной зоны и управлению ею. «Это опасный прецедент в международных отношениях, когда две страны договариваются о планировании и создании безопасной зоны в третьей стране». США предлагают создать вдоль сирийско-турецкой границы мирный коридор шириной 14 километров и длиной 400 километров. Турция настаивает на том, чтобы зона была шириной 30-40 километров и пролегала вдоль всей границы между ней и Сирией. К какому соглашению пришли стороны, пока неизвестно. Турецкие власти хотят, чтобы из буферной зоны были выведены все вооружённые отряды Высшего Курдского совета, которые участвуют в гражданской войне в Сирии. Они рассматривают их как союзников рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. Если США не смогут договориться с Дамаском о создании буферной зоны, то Анкара самостоятельно начать военные действия против курдских формирований в Сирии. На улицах Бишкека слышны звуки сирен и выстрелы. Сотни сторонников экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева вступили в стычки с полицией после ареста политика. Как сообщается, Атамбаев сдался в руки правоохранителей в своём доме в пригороде Бишкека. Ранее там несколько дней продолжалось ожесточённое противостояние между его сторонниками и спецназом. Сам Атамбаев, общаясь с людьми, называл происходящее беспределом. «Потому что если они плюют на законы в отношении экс-президента Атамбаева, ну простых людей, конечно, они вот так будут, как вчера, как за баранов считают. Это надо остановить. Этот беспредел надо остановить». Нынешний президент Кыргызстана Сааранбай Женбеков ранее говорил, что Атамбаева хотят доставить на допрос в качестве свидетеля по делу о коррупции. Однако теперь он обвиняет экс-президента в серьёзном преступлении. Он говорит, что по его вине в результате стычек погиб боец спецназа. В июне парламент страны направил в прокуратуру ряд обвинений в адрес Атамбаева. Его обвинили в коррупции. Затем депутаты лишили экс-президента неприкосновенности. Атамбаев помог Женбекову прийти к власти в 2017 году. Однако затем их отношения ухудшились. Опальный политик утверждает, что все обвинения в отношении него сфабрикованы. Противостояние между бывшим и нынешним лидерами грозит дестабилизировать ситуацию в стране, которая является одним из главных центров по добыче золота в регионе. Там также расположена российская военная авиабаза. Конфликты на границе Индии и Пакистана в прошлом вспыхивали не раз из-за спорного региона Кашмир, который делят обе страны. Недавно он снова привёл к кризису отношений двух соседей. Пакистанские власти запретили двустороннюю торговлю, железнодорожное сообщение с Индией, а также показ индийских фильмов в кинотеатрах. Они также выслали главного дипломатического представителя Индии. Недовольство вызвало решение индийского правительства лишить автономии подконтрольную ей часть штата Джаму и Кашмир. Дели берёт штат под прямое управление и будет интегрировать его мусульманское большинство в остальное население страны. В четверг Индия призвала своего соседа хорошо всё взвесить и восстановить дипломатические и торговые связи. «Мы хотим с ними дружбы, однако они решили закрыть границу. Экономика Индии такая большая, что для нас это не проблема. Но их экономика маленькая, поэтому на них это отразится». В Кашмире не существует государственной границы. Индию и Пакистан в этом регионе разделяет так называемая линия контроля. Семья Шабан и Каусар живёт в четырёх километрах от этой линии. Нередко приходится прятаться от боёв. «В бункере у нас достаточно места для всей семьи, но также приходится пускать соседей, у которых нет таких бункеров. Мы приходим и прячемся здесь, чтобы спастись». Индия и Пакистан дважды вели войну за Кашмир, а в феврале этого года они вступили в воздушные бои. Индийские власти говорят, что статус их части Кашмира – это внутренний вопрос. Однако в Пакистане с этим не согласны. «Они создают впечатление, что это внутренний вопрос. Но это не так с исторической, законной и моральной точек зрения. Пакистан это отрицает». ООН уже призвала обе стороны к сдержанности. А премьер-министр Индии сказал, что вскоре в штате пройдут выборы в местный орган власти. В 2012 году нигерийке Клаудии пришлось уйти из колледжа, поскольку семья оказалась в затруднительном положении. Как и миллионы жителей континента, она покинула свою страну и отправилась на заработки. Говорит, что судьба занесла её в Россию. Однако там устроиться на нормальную работу не удалось. Вместо этого её вынудили заниматься проституцией, сделав очередной жертвой современного рабства. В августе этого года мир отмечает 400 лет с тех пор, как первый африканский раб прибыл на территорию Америки. Однако даже за четыре сотни лет это явление искоренить так и не удалось. Правда, оно приняло более скрытную форму. В основном людей заманивают обещаниями хорошей работы. По данным ООН, сегодня в мире около 40 миллионов человек принуждают выполнять какую-то работу либо заниматься проституцией. Блесинг было всего шесть, когда она стала домработницей в родной Нигерии. Ей не платили, но семье пообещали, что девочку обеспечат образованием. Обещания не выполнили. Вместо этого девочку били, заставляли работать сверхурочно и есть испорченную еду. «Моя хозяйка говорила, что я не могу рассказывать маме, что со мной происходит, когда она приходила. Мне вообще нужно было молчать. Можно было только здороваться и говорить, что у меня всё хорошо. А если я ослушаюсь, она говорила, что я очень пожалею, что мама вообще привела меня в этот дом». Клаудия и Блесинг – это не настоящие имена. Девушки пожелали сохранить анонимность, боясь за свою безопасность. И они среди тех, кому повезло. Обеих спасли организации, которые борются с торговлей людьми. «В некоторых штатах страны родители гордятся, когда их дети уезжают за границу. Ближний Восток тоже становится горячей точкой. Многих нигерийцев агенты завлекают туда, обещая трудоустройство. Например, должность няни, повара, парикмахера и так далее. Люди получают визы на законных основаниях. Но когда туда приезжают, начинается другая история». Торговцы людьми обычно отбирают у работников паспорта. Так они оказываются полностью зависимыми в чужой стране. Знаменитая испанская лестница в Риме. Грандиозные барочные сооружения, ступени которого ведут с Испанской площади к церкви Пресвятой Троицы. Здесь всегда много туристов. Но вот раздаётся пронзительный свисток. Оказывается, на этих ступенях теперь нельзя сидеть ни секунды даже для фото. «Это смешно и глупо. На камне всегда хочется немного отдохнуть. В итоге приходится идти дальше». Нарушители безапелляционно поднимают. Тем, кто ослушается, грозит штраф от 160 до 400 евро. «Думаю, не давать людям сидеть на ступенях – хорошая идея. Они старинные и их легко повредить. А вот сумма штрафа, возможно, немного завышена». Работы у полиции много. Свист раздаётся постоянно. Ведь никаких знаков, оповещающих о запрете, пока не установили. Власти говорят, необходимость меры зрела давно. Слишком много людей подолгу сидело на этих ступенях, перекрывая проход. Некоторые устраивались здесь пообедать, принося еду из близлежащих закусочных. «Знаю, что некоторым это не нравится. Но посмотрите, как некоторые обращаются с достопримечательностями. Многие люди их не уважают, разрисовывают, повреждают, берут себе кусочки. Так что немного защиты не помешает». 138 ступеней испанской лестницы были построены в 1726 году, чтобы связать площадь внизу с церковью Тринита де Монти наверху. Итальянцы называют эту лестницу по названию «церкви». А вот в английском закрепилась испанская лестница, поскольку рядом на площади находится посольство Испании. Знаменитой на весь мир лестница стала после выхода в 1953 году романтической комедии «Римские каникулы» Содри Хепберн. Традиционно такую осоковую траву в Уганде использовали в ткачестве и для изготовления верёвок. А как решил сделать местный предприниматель и стал производить из неё трубочки для напитков. «Наши предки давным-давно использовали такие соломинки, чтобы пить местные напитки. И они собирали их в своих садах и других местах. Мы увидели, что это отличная возможность заменить пластиковые трубочки на растительные». Акрам основал компанию в марте этого года со стартовым капиталом всего 55 долларов. Сейчас в ней работает три штатных сотрудника и 10 занятых неполный день. Они сортируют, режут и шлифуют стебли осоковой травы, а затем подготавливают их для очистки и сушки. Дезинфицируют в три стадии. Одна соломинка стоит порядка 25 центов, но предприниматель делает скидку оптовым покупателям. Один из них – вот этот ресторан в столице Уганды. «Мы увидели, как много пластиковых отходов накапливалось в нашем ресторане. Особенно пластиковых контейнеров и трубочек. Мы решили, что наше заведение – прекрасное место, чтобы начать использовать трубочки». Такие натуральные соломинки можно и мыть, и использовать повторно. «Обычно дома я использую бумажные и пластиковые трубочки, которые очень распространены. Но я бы заменила их на природные, потому что их можно хорошо почистить». Акрам также проводит мастер-классы по изготовлению подобных трубочек. Он хочет добиться, чтобы в ближайшие пять лет использование пластиковых соломинок в Уганде сократилось на 45%. Разложение пластиковых трубочек занимает около 200 лет. А соломинкам из травы требуется на это всего три недели. Прогулка по Нилу на велосипеде. Такой новый вид развлечения появился в Каире. Водный аттракцион открыла египтянка Мааб Ахмед. Идею почерпнула в Италии. Там уже давно популярны катамараны, сделанные на основе велосипеда. «Мне хотелось, чтобы люди двигались. Я мечтала сделать что-то, что мне самой понравилось бы. Поэтому, увидев такое, я обрадовалась. Мне захотелось поделиться радостью с другими». Мааб заказала в Италии несколько комплектов водных велосипедов и открыла пункт проката. Конструкция очень проста. К велосипеду крепится специальная рама, а на неё надувные подушки и винт, которые приводят в движение педали. Сесть на необычный транспорт решаются даже представительницы прекрасного пола. «Я думала, что я упаду в воду с этого велосипеда или ещё что-нибудь случится. Но оказалось, это совсем просто. Никаких трудностей». Сотрудники компании выбирают для прогулок хорошую погоду, когда течение спокойное. «Место для прогулок выбрано так, чтобы обеспечить людям безопасность. Это наш приоритет». Основательница компании также позаботилась, чтобы река в месте проката водных велосипедов была чистой и чтобы с воды открывался красивый вид. Полчаса такого развлечения стоит примерно 6 долларов США. Под куполом цирка «Ронколе» в немецком городе Любек скачут объёмные цифровые проекции лошадей. Здесь благодаря голограммам традиционная форма выступлений заиграла по-новому. А вот и слон приветливо машет ушами зрителям. Это первый в мире голограммный цирк. И изображение с каждым днём становится всё более реалистичными и качественными. «В 2018-м отметили 250-летие классического цирка. Мы хотели его сохранить, а также показать, как традиции могут развиваться». Чтобы голограммы проявились, вокруг арены натягивают специальную сетку. С одной стороны на неё напыляют металлические частицы, а с другой – что-то, что поглощает свет. «Получается очень хороший контраст. И вот на арене появляются гигантские слоны. У нас слонов никогда не было. Но ведь это традиция для цирка». Помимо голограмм зрители развлекают выступлениями акробатов, жонглёров и клоунов. Например, клоун Генси появляется на арене и в виде голограммы, и вживую. «Каждый день я смотрю на своего героя в виде голограммы. Это так странно». Зрители говорят, что изображения очень реалистичные. «Я не поняла, как они это сделали. Было очень интересно». «Сначала я всё искал, откуда идёт свет. Я подумал, какая замечательная идея. Не знал, что такое возможно». «Изображения очень чёткие, почти как настоящие. Намного лучше, чем использовать живых животных. Вместо них могут быть голограммы». Ронколи – одна из крупнейших цирковых компаний в Европе. Она включает около 120 сотрудников и 80 исторических цирковых вагонов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова